Здравствуйте дорогие друзья, продолжаем изучение модификаторов. На этом уроке мы овладеем навыками применения модификаторов синусная и косинусная волна. Но так как тему уроков я назвал от простого к сложному, то в этом уроке сразу предупреждаю будет много теории, как в школе. Если мы хотим научиться создавать эффектные слайшоу и управлять этими математическими функциями осознанно, а не методом тыка, то этот урок для вас. А для тех, кому все это покажется слишком сложно, можно будет вернуться к этому уроку попозже, когда возникнет необходимость. Мы научимся создавать на этом уроке вот такое движение, надписи и еще много интересного вы узнаете. Ну и еще на этом уроке я дам одно уже готовое решение, подсказку, которое оформил в виде таблицы, которая во многом облегчит вашу работу с этими модификаторами. Удобнее всего объяснять действия модификаторов синусная и косинусная волна на примере получения траектории движения по кругу. Для примера я создал такой слайд, на котором вокруг Земли по кругу по орбите движется ракета. Движение по кругу создается за счет применения модификаторов синусная и косинусная волна к панорамированию по Х и по У. Если к панорамированию по Х мы применяем модификатор синусная волна, то к панорамированию по У применяем косинусная волна. Либо наоборот, если к Х мы применяем косинусную волну, то к У обязательно применяем синусную волну. Это я объясню почему потом. Дальше. По теории движение материальной точки в системе координат Х и У описывается следующим уравнением. В нашем случае этой материальной точкой будет центр вращения ракеты. Вот центр ракеты самой. Движение точки в системе координат Х и У описывается данной системой. Х равно Х нулевое плюс РХ умноженное на синус Фи. Но Фи я просто не смог написать данным шрифтом. Вот Фи. У равно У нулевое плюс РУ умноженное на косинус Фи. В нашем случае Х нулевое и У нулевое это центр вращения. То есть центр круга орбиты. Центр круга орбиты. В данном случае он совпадает с центром координатной сетки Х и У. Поэтому в нашем случае Х нулевое равно нулю и У нулевое равно нулю. В уравнении РХ и РУ это есть радиус круга. То есть радиус самой орбиты. Вот радиус самой орбиты. Ну применение прошу в продюсеру. Радиус круга это и является значением амплитуды в модификаторе синусная и косинусная волна. То есть РХ это по нормированию по Х когда мы применили синусную волну. Это значение является РХ это равно амплитуде. В этом модификаторе. А РУ равно амплитуде в модификаторе синусная волна которую мы применили к И. И с учетом коэффициента соотношения сторон экрана. Так как у нас экран используемый экран 16 на 9. То этот коэффициент будет 1.77. И значение РУ мы можем сюда рассчитать если нам известен РХ умножив на коэффициент 1.777. То есть на практике если у нас значение Х равно 20 единицам. То 20 умножить на 1.777 равно 3554. Вот эти значения у нас есть в модификаторе. Здесь амплитуда 20 это и есть этот радиус по Х. А здесь мы применили в модификаторе амплитуду 35.54 это радиус по У. То есть мы его рассчитали. Конечно на практике можно определить эти значения переставив ракету в это положение. И вот у нас показывается здесь значение 20. Это и есть как бы мы получили это значение по Х. И когда перемещаем ракету на положение по У мы определяем. Вот получаем значение 35.54. Эти значения можно скопировать и поставить в модификатор. А значения сами обнулить. Но все это можно сделать когда у нас есть круг. А если бы круга не было. То мы бы под любое значение например переместили ракету на сколько-то единиц. Ну например. На 20. На 25 например. Единиц переместили. И как нам получить движение по кругу. Мы тогда бы сделали. 25. Умножили. На коэффициент. 1.777. Получили значение 44.425. И вот это значение подставили бы в модификатор 44.42. Ок. Теперь к Х. К модификатору мы также поставим значение 25 в амплитуду. Вот здесь изменяем амплитуду. Это у нас радиус по Х. 25. Ок. Эти значения обнуляем. И все. И у нас получается движение уже по кругу. С радиусом по Х. 25. А. И копируем. Первый ключевой кадр во второй. Вот получается движение. И так можно. Сделать. Любого радиуса получить. Вращение. Какое хотим. Умножаем на коэффициенты. Получаем движение по кругу любого радиуса. Ну у нас в уравнении присутствует еще один параметр. Это. Фи. Синус фи и косинус фи. Фи это изменение угла в единицу времени. То есть это единица связанная со временем. Своего рода угловая скорость. За какое время на какой угол произойдет движение. В модификаторе синусная и косинусная волна. Этот параметр фи. Этим параметром фи мы управляем с помощью частоты волны. То есть откроем модификатор. Вот частота волны. Это и есть. Вот этим параметром мы управляем вот это значением фи. И получаем синусную волну. Частота волны рассчитывается как количество оборотов. Которое если мы хотим получить какое-то определенное количество оборотов. Делим на длину слайда. Ну вот в нашем примере например. Мы хотим получить 12,5 оборотов. На длину слайда делим 25. Получаем частоту 0,5. Которое у нас в примере рассматривается. Если мы хотим в обратную рассчитать. Например у нас известна частота волны 0,5. И длина слайда 25 секунд. И мы хотим определить сколько у нас оборотов будет. Произойдет. Ракеты. Во время слайда. То мы 25 умножаем 0,5. И получаем 12,5 оборотов. То есть за время слайда у нас происходит. 12,5 оборотов ракеты. И еще одно. Если у нас известна частота волны. Например у нас получена 0,5. И мы хотим узнать. За сколько секунд произойдет один оборот. То мы считаем это по формуле. То есть один оборот это на 360 градусов. А частота волны измеряется в герцах. 1 делен на секунду. 1 делим на частоту волны 0,5. Равно 2 секунды. То есть за 2 секунды у нас происходит один оборот. Теперь рассмотрим сам модификатор. По нормированию по х синусная волна. Теперь понятно откуда появилась частота. Мы ее умеем рассчитывать. Амплитуда это есть радиус по х. И перейдем к рассмотрению самой синусной волны. Синусная волна всегда начинается с нулевого положения. 0. И пошла волна. Косинусная волна. Отличается от синусной тем, что у нас всегда начинается с максимального значения. амплитуды либо положительной, либо отрицательной. Амплитуда это и есть радиус. Теперь посмотрим на сам круг в системе координат. Если мы возьмем, например, любую точку на круге, например, вот эту точку, то в этом х будет равна 20, а у равен нулю. Вот стартовая точка будет. Если рассмотрим эту точку, то в данном случае х будет равно нулю, а у будет равно максимальной амплитуде 35,54. И так далее. Так вот, если мы к х применили синусную волну, а она у нас начинается с нулевого положения, то есть х равен нулю, то старт у нас может быть либо здесь, либо в этой точке. Амплитуда к у у нас применена кость-носная волна, то есть амплитуда максимальная. Если амплитуда положительная, плюс, то у нас старт начнется с этой точки. у плюсовая 35,54. Если бы амплитуду применили отрицательную, то старт начался бы с этой точки. И наоборот, если бы мы применили бы к х косинусную волну, у нас бы х в начальной точке был бы максимальный, радиус бы равнялся, то есть здесь или здесь, в этой точке или в этой точке. А у в этом значении был равен нулю, то есть синусная волна. То есть вывод какой? Если мы применяем здесь синусную волну, то вот здесь должно я к х применять обязательно косинусную волну. Если применяем к х косинусную волну, то к х применяем синусную волну. Это будет определять точку старта. В дальнейшем я приведу таблицу, чтобы вам было легче определиться с этими значениями. В модификаторе, конечно, мы можем получить и синусную волну, и косинусную волну. Вот пример такой, например. То есть у нас применена здесь косинусная волна. И мы сейчас сделаем движение по кругу, ну, применив, например, синусную волну. Заполним параметры 0,5 и 44,42. Применяем синусную волну. 0,5, 44, 44,42. И вот нам надо получить какую-нибудь косинусную волну. Мы можем сдвинуть фазу волны. Двиг фазы волны это происходит на один оборот, вот на дну на одно колебание. То есть от 0 до 1 измеряется сдвиг фазы волны. То есть нам надо сдвинуть на четверть круга, то есть 0,25. сдвигаем на 0,25. У нас получается косинусная волна, то есть амплитуда максимальная. Ракета также будет двигаться по кругу. То есть и применили мы и в панорамировании и по х, и по у синусную волну. но по у мы применили синусную волну со сдвигом фазы волны на 0,25. Это и есть косинусная волна. Только мы ее получили путем сдвига фазы волны на четверть оборота. В нашем случае с ракетой точка старта, когда я создавал слайд, определил, что вот она будет вот в этой точке. То есть вот она у нас стартует. В этом положении, если мы рассмотрим координатную ось, то х равно 0. Раз 0, значит мы применяем панорамирование по х-синусную волну, а амплитуда максимальная, положительная. То есть мы применяем к у косинусную волну. Вот отсюда берется эти значения, какую волну мы применяем. Дальше к ракете я применил развернул ее в направлении старта. Вот в этом направлении и применил к ней модификатор линейное нарастание. Потому что она за время оборота тоже должна была сама еще провернуться на 360 градусов. Если бы у нас не было этого модификатора, то есть удалим модификатор, например, удалим вот эти градусы, у нас ракета бы вот вращалась как. Мы ее развернули по направлению старта. В этом направлении развернули. Она у нас дальше без применения модификатора линейного нарастания вот так бы вращалась. Мы применяем к вращению модификатор линейного нарастания. Как мы его рассчитаем? То есть мы уже определились, что у нас один оборот происходит за 2 секунды. То есть один разделили на 0,5 это у нас взяли из частоты волны модификатора. За 2 секунды. Линейный показатель то есть один оборот это 100 единиц делим на 2 получается 50. То есть к линейным параметрам линейного нарастания мы должны применить параметр 50. Определились с этим параметром. Переходим и применяем модификатор. Добавляем модификатор линейное нарастание с параметром 50. Но у нас вращение ракеты происходит когда она вращается по орбите против часовой стрелки она поворачивается. Поэтому применяем модификатор знаком минус линейный показатель. Ок. Все. У нас теперь ракета будет двигаться по орбите. То есть она за время оборота по орбите сама еще разворачивается тоже на один оборот на 360 градусов против часовой стрелки. Но у нас в примере еще когда ракета летит в ней пламя светится вот орел пламени и мигает еще это пламя мы создали значит продублировали слой с ракетой применили ракету применили желтый свет сто процентов и сделали размытие размытие на сто процентов и в эффектах в черной точке применили модификатор чтобы он немножко мигал значение амплитуды тоже мы немножко изменили то есть амплитуда у нас там была у ракеты 20 мы добавили 21 и сдвинули немножко 0.5 сдвиг фазы чтобы она с опозданием шла то есть запаздывала от ракеты отставала вот и в результате получили такой эффект то есть ракета летит и на ней пламя но у нас в уравнении еще мы не рассмотрели мы посмотрели что х нулевое у нас равнялась нулю но если она же не всегда может равняться нулю рассмотрим вот другой слайд в этом случае у нас орбита сдвинута на какое-то определенное значение то есть по координате х и у она у нас сдвинута на минус 20 единиц по х и на минус 10 по у вот эти вот значения мы подставляем в каждый параметр то есть по нормированию по х минус 20 и по у минус 10 подставляем эти значения во всех своях и получаем вращение ракеты со сдвигом координатной сетки теперь рассмотрим следующий слайд рассмотрим как я создал данный эффект то есть карбите карбите я применил несколько ключевых кадров добавил и влажное движение и кривую поставил на 100 было 50 изменил все ключевых кадров на 100 чтобы движение происходило как бы по дуге радиусу такому небольшому и затем все вот эти слои с ракетой с пламенем и землей к ним добавил модификатор в значениях x и y по панорамированию добавил модификатор добавил модификатор панорамирования чтобы оно повторяло движение пятого слоя и так по всех значениях в результате получили связанное движение то есть ракета повторяет движение земля движется вместе с орбитой переходим к следующему слайду как я уже обещал в начале урока что для определения точки старта я создал таблицу для облегчения вашей задачи определение точки старта и направления вращения в какую сторону будет вращаться какой-то элемент который вы захотите вращать для этого условно поле разместил на поле разместил циферблат то есть вот 3 часа 6 9 часов и 12 часов и создал вот такую таблицу по этой таблице мы можем определить в какой точке у нас будет старт в 3 часа в 9 6 часов или в 12 и в каком направлении он будет старт вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки например мы хотим чтобы стартовало в 3 часа или в 9 часов тогда мы должны применить к x по нормированию по x косинусную волну с амплитудой плюс если мы применим то есть x если мы косинусная волна применили то у нас x будет равно максимальному значению то есть если x положительное то старт начнется в 3 часа если амплитуда отрицательная то старт начнется в 9 часов от y от синусной волны от значения амплитуды сама синусная волна всегда начинается с нуля но от амплитуды будет зависеть направление вращения так если амплитуда будет в синусной волне плюсовая По Y То старт начнется В 3 часа по часовой стрелке А в 9 часов против часовой стрелки Если в синусной волне Мы применим Комплитуде значение с отрицательным Отрицательное значение То в 3 часа она начнет вращаться Против часовой стрелки Ракета например А в 9 часов Старт в 9 часов Будет по часовой стрелке Аналогично То же самое в 6 и в 12 часов В этом случае мы уже применяем К Y косинусную волну А к X синусную волну От Y в косинусной волне От амплитуды будет зависеть Во сколько будет стартовать часов В 6 или в 12 От синусной волны По X будет зависеть В каком направлении будет Осуществляться вращение Проверим действие этой таблицы На примере Например у нас спутник Вращение спутника Этот спутник у нас начнет вращаться С 9 часов С 9 часов И будет вращаться По часовой стрелке Старт в 9 часов И вращается по часовой стрелке Какие модификаторы мы должны применить Проверим по таблице То есть старт в 9 часов Кексу мы должны применить косинусную волну С амплитудой отрицательной Ки-грикусинусную волну По часовой стрелке Тоже отрицательное Значение тоже отрицательное То есть косинус отрицательный, синус отрицательный Все определились Кексу косинусная, ки-грикусинусная Проверяем Спутник Применяем к нему Модификатор косинусная волна Со знаком минус амплитуда По и-грику применяем синусную волну По и-грику применяем синусная волна Тоже отрицательная амплитуда Ну, амплитуду вы уже знаете как рассчитывать Если мы применили здесь Значение 28 Умножили на 1,777 И получили значение амплитуды по и-грику Все, проверили действие этой таблицы Теперь у нас получился Такой слайд Мы рассмотрели старт в 3,6,9,12 Но если нам нужно добиться, например, старта в какой-то промежуточной точке Тогда мы делаем это следующим образом В модификаторе Синусная волна Синусная волна Сдвигаем фазу волны Ну, четверть оборота на 0,25 То есть Мы, например, на 0,1 Сдвигаем Только сдвигаем обязательно И как по нормированию по x, так и по y Изменить модификатор Тоже изменяем на 0,1 И у нас произойдет сдвиг Старта волны Вот старт будет уже в 10 часов Старт волны начнется уже Вот с этой точки Если мы хотели бы с 8 часов стартовать Мы применили бы модификатор Отрицательное значение Добавили бы минус И здесь бы тоже добавили минус И у нас бы Уже старт вот здесь вот начнется С этой точки Вот с опозданием Теперь перейдем В наш первый слайд Который мы С которого мы начали урок Движение надписи Слайде Движение по кругу Здесь у меня первая буква Д Начинает старт В 12 часов Вот в 12 часов Начинает старт И так далее Вся эта запись Проверим еще раз по таблице Начало в 12 часов Чтобы стартовать в 12 часов Нам нужно По x Значит Нам надо чтобы оно двигалось Против часовой стрелки То есть амплитуда По x Синусная волна Со знаком минус А к y Применяем Косинусную волну Тоже со знаком минус Все Возвращаемся Назад К этому слайду То есть в d Мы применяем Синусную волну Со знаком минус И косинусная волна У нас тоже должна быть Со знаком минус Вот она Результат по таблице Дальше Теперь Мы каждую Буковку Вот здесь я создал Потом перенес Сюда Как свои создал И каждую буковку Мы сдвигаем Модификатор Сдвиг фазы волны На минус 0,04 Для того чтобы Между буквами Получился Какой-то промежуток Это можно Конечно Первую Вот эту букву В Добиться Таким опытным путем То есть вот Минус 0,04 Сдвигаем В каждом Модификаторе Следующую букву Уже сдвигаем Прибавляем еще 0,04 0,08 И так далее Каждую букву И у нас она Они стоят по кругу Но они все у нас Еще стоят Как бы Вот так вот Вертикальной Стоят все Когда мы разместили Вот последнюю букву Например Она у нас стояла Еще как бы Символ стоял Вот так В нулевом положении То есть Вот в этом положении Стоял Сейчас посмотрим Как Вот она так стояла И так все буквы Стояли по кругу А нам надо было Его развернуть Этот символ То есть я начинаю Поворачивать его Поворачиваю Поворачиваю И смотрю Пока он не повернется До того положения Которое нам нужно Я вот так Этой Но я определил Что Это вот Получилось 230 градусов 230 градусов Когда Палочка вот этой буква Совпадала бы С центром И теперь Я 230 градусов Делю На 16 16 это вот Все промежутки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 В том числе Пустоту считаю То есть 16 промежутков Поделил 230 градусов На 16 Получил 14 Градусов И теперь Я каждый символ Каждый символ Букву Сдвигаю Здесь там На 14 Градусов Ну здесь Как бы условно 15 Следующий На 29 Прибавляю еще 14 Получается 44 И так Каждый символ Разворачивается У меня по кругу Каждый символ И к нему Каждому символу Также применяю Модификатор Линейное нарастание Чтобы он Потому что он Тоже вращается По кругу И делает оборот Этот Линейный показатель Я уже показал Как рассчитывать В предыдущем примере Я его тоже рассчитал И теперь у меня Каждая буковка Совершает За время оборота Тоже поворот Еще на 360 градусов Каждая буква Была размещена Под нужным углом И Каждая буковка Двигается Отстает Отстает По фазе Движения От другой буквы На 0,04 И в результате Мы получаем Вот такой Эффект Данный урок Я опять же Оформил В виде презентации Которую вы можете Скачать И подробно Все это Рассмотреть Описание Данного урока Я выложу На сайт И там же Таблица Будет Ну и В завершении Хотел Показать вам Что С помощью Этих знаний Можно Совершать Делать Различные Трюки И показать Один из них Смотрите Теперь Куротко Расскажу Как это все Получилось То есть Самолет Во всех Ключевых Кадрах Все это Движение Самолета Сделано С помощью Модификаторов Мы определились С радиусом По которому Он будет лететь То есть Я вот По какому Радиусу Он будет лететь То есть Вот в этой точке Во втором Ключевом кадре Он должен Попасть С первого Ключевого кадра Вот в эту Точку То есть По Y Он должен Переместиться На 35 54 А А по X В нулевую Точку То есть Вот мы Выставляем Первым ключевым Кадре Модификаторы По X И по Y Линейное Нарастание Чтобы они Вышли По X Мы должны Попасть В нулевую Точку Но сначала Я конечно Применил Модификатор Настроил Модификатор Синусная Косинусная Волна Волна Само Движение По кругу А потом Уже Перешел К первому Кадру И в модификаторе Настроил Линейное Нарастание Так Чтобы Линия Продолжала Движение Вот Это было Одно Направление Движения Синусной Волной Для этого Добавил Отрицательное Значение Вот это Минус 60 И настроил Линейный Показатель Вот А по Игрек Тут Немножко Сложнее Тут Мы должны Были Выйти По Игрек На Значение 35 Целых 54 Значение Здесь Когда мы Настраиваем Тут еще Появляется Такая Вот Желтенькая Кнопочка Вот Мы должны Ориентироваться На нее То есть Нулевого Значения Это Показывает Как бы Желтая Это Как будет Двигаться Переход Между двумя Модификаторами Линейное Нарастание Синусная Волна Вот Интерполяция Это означает Переход Между Двумя Модификаторами И вот Реальное Будет Движение Вот эта Желтенькая Полосочка То есть Вот мы От нуля Тоже Добились Значения Перехода С одного Модификатора На другой Аналогично И в третьем Ключевом Кадре Тоже Добавили Мы Перешли На В третьем Ключевом Кадре По Игрик По Игрик Применили Модификатор Линейное Нарастание Со Значение 35 54 Вот Добавили Постоянное Значение Вышли на Эту Точку И Добавили Линейное Нарастание Со Знаком Минус Чтобы Добиться Тоже Ориентируемся На Желтенькую Линию Чтобы Продолжение Линии Было Вот У нас Получился График Какой Только При этом Графике Тогда У нас Будет Движение Самолета Вот По Такой Траектории Окей И Последний Слайд Да Самолет Приземляется И Появляется Надпись Здесь Значит Что Нужно Знать То Есть Вот Это У меня Как бы Центр Пропеллера Я Его Назначил Слоем Который Отвечает За Перемещение Самолета То есть Когда Было Все Эти Значения По Нулю Выставлены На Всех Во Всех Этих Слоях По Нулю Выставлены И Теперь К Этим Слоям Добавим Модификаторов Чтобы Они Повторяли Движение За Вот Этим Центром То есть В ним Добавлены Модификаторы Переменная На Основе Пятого Слоя Но У нас При Движении Еще Происходит Изменение Масштаба Изменение Для Изменения Масштаба Я Применил Такую Небольшую Хитрость То есть Ввел Еще Один Слой Прозрачный Полностью То есть Прозрачный С Прозрачностью Нулевой Прозрачный Слой И Изменением Яркости То есть Изменял В первом Ключевом Кадре Во втором И в третьем Ключевом Кадре Изменял Яркость Во втором Она уже 100% И в третьем 80% И этот Слою Назначил Управляющим Слоем Который Отвечает За масштаб То есть Масштабу Во всех Слоях Вот в этих Применю Модификатор По яркости По яркости Четвертого Слоя Вот этого Четвертого Слоя Он будет Управлять Масштабом Всеми Вот этими Тремя Слоями То есть Вот этот Слой Управляет Масштабом Вот этих Трех Свою И Управляет Здесь Положением Вот яркости Все Вот смотрите Что получается В результате На этом урок Окончен До свидания До новых встреч Ждите Следующих Уроков Продолжение следует... Продолжение следует...